И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved на сервере Ural Club, всё ещё там же, с модом Анунаки. Ну и так, несколько ещё дополнительных модов. Мой дом конкретно прям изменился, вы это прекрасно видите. Состряпал такую-то печку из мода Анунаки. И я вам так скажу, поскольку она перерабатывает под 40 руды за раз, то есть под 20 металла за раз, за тик, и этот тик довольно-таки очень быстрый, перерабатывает она очень много руды, что очень даже кайф. Давайте поднимемся наверх. Здесь у меня пока что ничего нету. Камня нету, поэтому только из дерева. Там в углу я поставил факел для того, чтобы когда я буду вниз падать, ну да, он сейчас горит, не спорю, я начну жариться. Но если я туда вниз упаду, то я попаду туда в угол, и я не могу выбраться, кроме как разрушив стену. А мне это, понятное дело, не нужно. Каждый раз разрушать, ставить стены и так далее, поэтому я поставил туда факел. Из факела выбраться легко, да, просто сейчас его зажег, чтобы как дополнительное освещение было. Вот, и пускай он как бы стоит там. Потом, если я туда попаду, я, да, начну немножко поджариваться на нём, но суть в том, что я его смогу подключить. Лестница не ставится. Сразу говорю, то что лестница не ставится, я пробовал не ставится. Поставил вот такой кран себе внутри. Сейчас мы вернёмся к крану. Так, ну здесь у меня всё то же самое. Здесь три ящика для компоста поставил, для удобрения. Ну, сами понимаете, для чего, грядочки, все дела. Вот такая у меня рыксуша здесь у меня. Уже, что, 820 левел. Маша у меня 830 левела. Мишане всё так же остались, ну, только так немножечко они подкачались. И на улице стоит ПТР. Ждёт ПТР. Ждёт ПТР. Вот так я трубу провёл, как видите, до самого конца. Вот, ну, ничего оригинального не придумал, кроме как вот так вот трубу провести и точно так же её вывести. Сверху он поставил обелиски для красоты, просто тупо для красоты. И вот такое крылечко себе сделал. Да, вот такое крылечко сделал. Не знаю, как ещё нужен ли этот эффект с трубами. Пока что оставил трубы так. Сверху сделал как будто соломенный такой навес, и трубы это просто тупо перегородки. То есть, по сути, это как будто бы не трубы, а металлические балки. Они ещё такие синенькие, благодаря тому, что к ним вода подключена. И, по сути, я в любое место могу поставить кран, и будет вода подключена. Вот, они такие синенькие, как металлические балки. Поставил две колонны. Здесь и здесь было три, но отсюда я убрал одну. И вот такое вот крылечко у меня сделано. Здесь у меня стоит маленький огород и много кранов. Очень много кранов, хотя вот это, наверное, у меня лишнее. Он просто стоит, и мне сейчас... Да, по сути, он лишнее. Даже чисто из эстетической цели, физически-эстетически. То есть, по сути, это даже бы... Даже если бы в упор надо было к крану, вот этот кран поливает сразу три. Так что всё пучком. Правильно у меня всё стоит. Уйди, вот, долбанный. Ах, текстура долбанная. Ну, да ладно. В общем, как вы видите, из этого столба я вывел разветвление и пошёл уже дальше грядки рассеивать. Здесь я ещё могу немножечко грядочек сделать, если будет это нужно. Пока что стоит у меня шесть. Ну, и из названия серии, я думаю, вы догадались. Надеюсь, сейчас ничего не изменилось. Сейчас просто был рестарт, и, понятное дело, я туда не летал, не проверял. Парапапам. Вот. Я хочу дедикуруса. Бадас дедикурус. Короче, зелёный колобок, если по-простому говоря. Он ядовитый колобок, я хочу его притомить. Что для этого я буду использовать? Я нашёл его в воинном лесу. Он там левел не сильно большой. Что-то 138, что ли. Вот. Седло сделал для него. Взял арбалет с Анунаки. Поисон Арукс, кстати, ни одних стрел я не сделал. Всё это я налутал, когда качал Рекса и качал себя. Три наркотика взял. А, маржаберки надо будет взять. Взял ворота и раму для ворот. Те, кто догадались, молодцы. Те, кто не догадались, увидите. Так. Маржаберки. Да, потому что он питается маржаберями. Кстати, для Рекса я конкретно дамаг развил. ХП сейчас 33 тысячи почти. Без 23, даже без 22-4. В общем, 33 тысячи. Это я ничего не качал, не качал. И урон 1158,5%. Дамажет он... Она... Он? Или она? Она! Дамажет она по... 2000... По 2100, короче. И, кстати, даже убивает... Ха-ха, в натуре. Даже чутка страшно от этого. И убивает... Ты чё в натуре? Вот это чутка страшно реально было сейчас. И убивает она... Господи, чё она убивает там? Голема. Голема убивает. Да, я в двух элементариях глушил. Довольно-таки нехил. Ну, дамажет она всего лишь 10%. Прикиньте, по голему всего лишь 10% тамажет. Кстати, оглушение... 73 тысячи. Ха! Мне казалось, я была 123 тысячи. Или это не у тебя, мне казалось? Или оглушение спало? Ну да ладно. В общем, вот такой вот домик я себе замоздрячил. Кстати, кран вовнутрь вывел, чтобы воду можно было набирать и пить. Здесь я что-нибудь ещё придумаю. О! Блин, вот про это я говорил. Давай, тушись. Эй-эй! Потушить. Отлично. Вот про это я говорил, что... Блин, реально легко можно упасть. Причём на шифте просто выпрыгиваешь и всё. То есть никаких проблем нет благодаря факелу. Кстати, факел пришлось поставить. Сломал стенку, поставил факел, поставил стенку. По-другому факел не оставился. Так. Ну и что? Ну и всё, пожалуй. Сейчас полетим. Да. Вот. Этот табелиск я потом ещё... Ой. Ой-ё-ё. Эта голова прикольно торчит. Блин. Свалился. Конструкцию дома пришлось немножко изменить. Здесь, как видите, не ставился потолок, поэтому пришлось сделать именно так. Так. Да что ж такое я падаю? Лично не туда, куда нужно. Да чтоб тебя хорош ты в натуре, блин. Откатывает. Откатывает. В общем, как видите, это я поставил здесь. Такой светящийся, конкретный, прям реально артефакт я поставил по центру. И здесь я ещё один такой же, как с того края поставлю. Вот. Поэтому как бы всё именно так. Он выглядит довольно-таки неплохо. Я ещё с той стороны тоже что-нибудь придумаю. Мне пока что нравится. Если вам интересна такая тема, то что со строительством и так далее, пишите в комментариях, я что-нибудь придумаю, такие ходы строительства и так далее. Потому что реально декоративное строительство, это тоже неотъемлемая часть. Да, база, все дела. Но когда в ПВЕ играешь, база нафиг не нужна. Огромная такая база. Поэтому строишь что-то нечто красивое. Вот. И, кстати, с Аннунаки модом это довольно-таки легко осуществимо. Вот. Поэтому погнал я до Дедекуруса. Посмотрю, есть он там, нет. И уже буду его томить. 145 вольт. О, Таник Спирис Поушен. Отлично. Очень часто выпадают. Ну как, очень часто. Они сильно часто мне не нужны. Я их сильно часто не использую. Но есть. Есть они в неком количестве. Что очень довольно-таки даже неплохо. В общем, все. Полетел. И искать. Если вам интересно, как я буду переводить его. Вот там вход в мою пещеру. То есть, вот он проход. Здесь, да, придется несколько раз переплывать. И вот там проход. Сейчас к нему и подлетим. Дальше с этого прохода. Вот такая вот дорожка идет. Которая ведет на самый верх к хвойному лесу. Кстати, я честно не знал, что вот этот вот проход. Блин. Опять провисован. Опять прогрузка. Здесь очень много динозавров. Поэтому прогрузка. Кстати, блин. Даже на самой дерьмовой графике освещение и отражение. Здесь просто кайф. Посмотрите, какое освещение. У меня самая низкая графика стоит. Не считаю текстуру немножко. Но их видно только вблизи. А такое освещение, как будто, я не знаю, на ультрах играю. И получается, вот этот проход. Здесь есть такие места, где очень-очень узко. Ну, как бы пройти это будет не проблема. И вот он уже хвойный лес. Я бы даже так сказал, уже конец хвойного леса. И да, кстати, вот это уже конец карты, все дела. И если посмотреть на М, то я в самом углу, в самом же примере, короче. Вот. И, кстати, там вот наверху, я в каком-то из выпуски говорил, там вот есть деревня. Народ, реально, есть весь у кого-то скрины и так далее. Вот эта деревня... Скиньте в группу ВКонтакте у меня. Просто реально очень интересно, как она выглядит на самом деле. Невозможно туда подлететь. То есть, если я сейчас еще немного поднимусь, то я на вершине этих деревьев, немножко чуть повыше, я упрусь уже головой в потолок. И, к сожалению, вот эту деревню... Вот, я уже уперся в нее, видите? И, к сожалению, вот до этой деревни еще столько же расстояния, надо лететь. И, к сожалению, я ее не увижу. Ну, никак. И мне очень интересно, как она выглядит. Да, возможно, есть шанс прилететь с админкой и так далее. Ну, это надо очень много заморачиваться. А у меня на это очень мало времени. Тем более, сегодня последний день отпуска. Вот. Деда Курус где-то здесь тусовался зелененький. Так, вот диплодок, если не ошибаюсь. Это вроде бы он. Мишку вижу. Кстати, здесь... А, вот, 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 все пучком. Все пучком. Вот. Ну да, вы прекрасно видите за крылом. Вот он, где Деда Курус. Давай, глянем, как он у него ловил. Вою мать. 135. Ну, почти угадал со 138. Почему я беру каменные ворота и каменные стены? Блин, нифига, тут FPS просто до двадцатки просаживаются. Тут просто кошмар. В хойном лесу мне точно не жить. Почему я именно каменные ворота сделал? Потому что камень невозможно сломать, если ты не альфа или не босс. То есть, гигант Питек, Мега Питек, Мантикора и альфа Чи. Вот. Поэтому, собственно, я их и взял. Тактика такая. Приземляюсь, окружаю его. Вот когда он так останавливается, приземляюсь, окружаю его воротами. И все. И все. Тамлю себе спокойно. Ничего, так сказать, сверхъестественного. Не считай вон той виверной долбаной. Ладно, чё, птера покачаю. Экс, какого-то там левела. Наше мелкое говно. Что-то мне кажется, я такое где-то уже видел. Мне, походу, это уже снилось. У меня такое бывает просто иногда. Вижу. И что-то у меня плохое предчувствие, знаете? От того, что мне это снилось. Да, это звучит глупо, но мне кажется, я... Хотя нет, 70 левел. Чё, я в натуре, что ли, сдохнул? На тебе в натуре. А, ты там с Рексушей бьешься? А, нет, не с Рексушей. На тебе в натуре. На тебе в натуре. Приходится зачищать территорию и... Ну, почти полторы тысячи дамага. Это много. Если честно, это много. Даже... О, твою мать! Офигеть, она на меня развернулась. Это был нежданчик, если честно. Это был конкретный прям нежданчик. Но, как видите, даже 70 левел не проблема для Птера. Вот реально, я говорю, для Птера это не проблема. Так, нету хищников. Мне везёт. О, small experience. Отлично. И Птера ещё апнул себе левел. Где я ему вкачаю ближний бой. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Отлично. Ну, чё, я пошёл уже сейчас обкружу его, и... Чтоб без лишних нервов, без лишних лагов, спокойно окружу его, и всё будет пучком. Так, ты простой, обычный дедик урос ещё и 10 левел. Ладно, погнали. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ну что, получилось у меня после некоторых манипуляций его закинуть сюда, и, знаете, очень тяжело. Очень было тяжело, и тех четырёх фундаментов этих каменных дверей мне не хватило. Я их переломал, там, переделывал, хотел фундаментами. В итоге шесть ворот, и то я немножко криво их поставил. Я просто, когда их начал ставить, я не думал, что он агрится, а оказалось, он агрится. Просто ударил его, и он, прикиньте, отагриться не может. Он сейчас, я уже сколько? Ну, в целом, я уже, наверное, с полчаса пытаюсь притомить, то есть загнать в угол. Но все эти полчаса он не хотел отагриваться. То есть, о, не полчаса, сколько я сейчас, уже минут десять, наверное, с ним мучаюсь. Полчаса, все, у меня уже, я уже глючу. Ну ладно. Суть до дела в чем, самое главное, что я его загнал в угол. Вот, и я теперь спокойно, так, переместить, все, давайте так сделаем, короче, чтобы было легче. Я его, самое главное, загнал в угол, и теперь спокойно его могу томить. А это уже очень даже самое главное. Так-с. Берем арбалетик. Кстати, оглушение, он один раз по птеру ударил, полторы тысячи оглушения скотину мне забабахал. Мне это офигеть, как много. Я проверил, он в тучель не забегает. Вот, что очень даже неплохо. Вот, я не посмотрел, сколько у него оглушения, потому что он сразу же по мне начнет бить, и... Это очень фигово. Блин, я думал, ты уже упал. Так-с. Давай-ка еще разочек. Ну, блин, я понимаю, что ты ядовитый, и у тебя, как вариант, много оглушения в тебе. Ну, сколько в тебе оглушения? Они по три тысячи бьют каждое. Оглушение. По крайней мере, в Рекса. Эээээ, ну окей. Давай еще. Еще надо? Отлично. Даже уже интересно, сколько в тебе оглушения. Так-с. Не, ну... Очень-очень прикольно то, что он по полторы тысячи бьет за удар. Я имею в виду оглушение. Это очень классно, и, допустим, каких-то дина томить им очень удобно. Ээээ, уже не представляю, сколько бьет, допустим, та же самая Виверна, да, или Дрейк, или Птер большого левла. Это очень классно. Эта вот атака не сильно развита. Но, блин... Так, у меня было 200... почти 250, да? Две я уже минусанул не туда. О, да, наконец-то. Эээ, что получается, около 35... Значит, около 50, да, оглушения? А, нет, 30. Просто с тебя оглушение быстро спадает. Так-с. Закидываем хавку ему. Как видите, сознание у него спадает очень быстро. Поэтому у меня, собственно, и три бутыля. Первая бутыль. Для того, чтобы сделать его полностью голодным. Вот он хавает, пытается отожраться. А бутыль-то еще действует. Вот. И поначалу даже так срабатывает. Неплохо, неплохо. Именно для этого я взял второй бутыль. Когда будет под конец подходить, если вдруг не будет успевать. Я, как бы, не знал ничего, не видел и так далее. Привет. Вот. И на тот случай я взял именно три. На всякий случай, так сказать. Я думаю, трех мне будет достаточно. Именно одну для того, чтобы он стал полностью голодный. И две для того, чтобы практически с нуля оглушение ему бабахать. Потому что, ну, я думаю... Не, ну, 30 тысяч, конечно. Да, не знаю. Даст или не даст. Но все равно. Не брал ни наркотиков, ничего. Сейчас думаю, правильно ли я сделал. Ой, потому что, как говорят, сейчас придется возвращаться. Опирательно все делать, все дела, короче. Ничего. В общем, в общем, в общем. Давай-ка использовать. Шлеп, шлеп, шлеп. Ну, ну, ну. Да, на максимум. Отлично. Он опять захотел хавать. Еще сильнее, кстати. Ты он или она? А, ты она. Ну, уж извини. Переручение наполовину прошло. Я очень рассчитываю на то, что будет все пучком. Сейчас последнюю бутыль закинул. И свалю отсюда. Уж притомится она и сама притомится. Вот. А если что пойдет не так, и она очухается, то она меня здесь же не загасит. Вот. Именно в этом весь расчет. Ну, я рассчитываю на то, что она все-таки притомится. Давай-давай-давай-давай-давай. Хавай-хавай. Кучай, кучай, дорогой. Давай, не стесняйся. Кучай. Хорошо, кучай. Ой, 135-й левел. Да-да-да. Не, ну, с бадасов очень сильно оглушение спадает. Сами видите. И... Обычной наркотой вы точно не справитесь. Это уж, поверьте мне. Я пробовал. Не справлялся вообще никак. Так. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Опаньки. Так, давай смотрим на максимум. Отлично. Отлично. На максимум. Ищу потом с запасом-запасом. Во. Ну, в общем, нехило. А, все, нормально. Приручение будет. Все. Хо-хо-хо-хо. Пучком. Все, пучком. А у нас все, пучком. Так. Взял я обычное седло. Я не знаю, оно не оно, но обычное седло. Так, смол. А здесь тайня. Прикольно. Пока туда-сюда гоняю, у меня уже два бутылька на XP. Вот на это седло. Так, это все скидываем, скидываем. О, отлично. Я не знаю, как тебя назвать, так что пока что я тебя называть не буду. Так. Так. И вот так. Отлично. Отлично. Вот у меня бадас есть. 190 левел. Нормально. Нормально. Да, обычное седло. Ничего более. А, нет, все-таки проходит. Я думал, они до суда не проходят. И немножко кое-что мудровал другое. Да ладно. Самое главное, что проходит. Офигеть. Он намного больше. Реально больше. И хочу камешек. Хочу камешек. Я здесь все камни в округе облутал, так что до камешков часка далековато добраться. Вот. Ну и до базы я уже буду, понятное дело, добираться без вас. Потому что... Твою мать! Я забыл, что на ПКМ ты крутишься. Так. 70 камня. 128 камня. 178. Нифига ты жрать! Ты реально так мужи, быстреех постоянно хавышь. Ты постоянно хавать хочешь? Йопер-нодиатор, вот тебе реально тут надо закидывать, так закидывать. У тебя только одна хавка и инвентарь забей нехило. Да уж. Сгалыхи-то у меня чувствуют. Помрешь такими темпами. Так. Урон в ближнем бою. Ага. Понятно. На трехсотах просто хочу догнать. Чем больше урон, тем больше добывает ресурсов. Да уж, конечно. А, нет. Ты, наверное, хаваешь быстро, потому что я же, это, типа, бегал, выносливость, все дела, и поэтому... Да, ты нормально хаваешь. Чего я в натуре тебя? Чуть шарабасов не стал считать. Во, нормально. Просто ты бегаешь. С тобой бегать нежелательно, короче. Это, пожалуй, единственная проблема. Ну, блин, огромный колобочек. Колобочек огромный. Тобой бегать не надо. Тобой вот так можно. А, подожди, это тоже энергию тратит. В натуре нехило так тратит. Ну-ка, давайте посмотрим. Выносливость. А что там тратилась так хавка сильно? Или все-таки от бега конкретно прям тратится? Ну-ка, давай, 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 давай. Беги, беги, форренд, беги. Так, выносливость. А, я тогда не знаю. А, а, возможно, эффект... Да нет, бутыль вроде бы не действовала. Не знаю. В общем, короче, что за фигня была? Что такое? Конкретно прям сильно хавало. Но бадас у меня есть. И бадас ядовитый. Тем самым я могу оглушать разных динозавров. Давайте на ком-нибудь сейчас затестим. Здесь вроде бы какие-то безопасные такие были. Такс. Шлепс. Оглушил. Вроде бы оглушил. Так, здесь нет каких опасных. Пиакс. Да, вот, пожалуйста, оглушение, все дела. 335 левел оглушил. Сколько? 2000 оглушений я ему за раз нанес. Вот такие вот дела. Кстати, урон дополнительно еще оглушение даст. Так что тоже все вполне неплохо. Вот такие дела, народ. Вот такой вот бадас. Тяжеловато было его томить. Но в целом то, что он агрится, это очень легко. Строишь коробочку и потом в ней запираешь его. Так что ничего в этом сложного нету. Ну а я с вами буду, пожалуй, на этом уже прощаться. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, делиться своим мнением и так далее. Ну и, конечно, смотреть следующие видео. Всем удачи и всем пока!